Чтобы ограничить поступающую информацию человеку от родителей, от круга, любая секта, она ставит цель изолировать человека и привязать его только к своим источникам информации. Поэтому такие три главных этапа, которые мы используем. Есть другие методы, есть методы, вот нам известно, есть на Западе такие методы, путем чисто субъектом дерадикализации выступают бывшие радикалы. То есть не теолог выступает субъектом дерадикализации, а субъектом дерадикализации выступает непосредственно бывший радикал, который вернулся, отказался. Это как бывшие алкоголики, наркоманы. Они тоже являются субъектами и иной раз такие люди, которые были радикалами, были террористами, отказались от своих радикальных убеждений и на сегодняшний момент очень эффективно работают. Такие лица тоже есть. Мы не можем сказать, что они хуже нас, субъекты дерадикализации. Вообще субъектов дерадикализации у нас очень много, помимо государства, помимо госслужащих, помимо священнослужителей, теологов. Это НПО, это различные организации ветеранов, которые участвовали в каких-то международных там, да, скажем, военных операциях там. Это бывшие сами радикалы. Это родители радикалов. То есть бывает такое, что через слезы матери человек начинает понимать, что он все-таки где-то заблуждается. Бывает такое тоже. Поэтому очень много, как говорится, субъектов дерадикализации. Наша же заключается именно в коррекции его религиозных взглядов и убеждений.